Итак, у нас есть некоторая структура. Есть я, который говорит, я двигаю рукой. Я – субъект высказывания, и я, как часть высказывания. Давайте еще раз едем, потому что я за эту неделю совсем не занимался предметами, поэтому я понимаю ваше положение, когда нужно въехать. Обычно я каждый день, каждодневно вожусь с этим, и мне кажется, что кажется иначе. А тут мы исходили из двух интуиций. Во-первых, жест отличен от восприятия. Жест отличен от восприятия. И во-вторых, в жесте есть как бы два плохо согласуемых момента. С одной стороны, я осознаю, что я совершаю этот жест. А с другой стороны, я понимаю, что жест не есть я. Это просто интуиция. Это просто интуиция, с которой мы, ну, интуиция есть интуиция. Их надо объяснить. Почему я осознаю, что я... Если мы отличили движение от впечатления, от восприятия, то... Почему я понимаю, что я совершаю жест? Двигаю рукой. Потому что движение рукой я соотношусь с собой. Почему я соотношусь с собой? Потому что движение рукой я выделяю собственное движение. Движение как таковое. Почему я понимаю, что я не есть движение рукой? Потому что движение рукой, конкретное движение, есть нечто иное, нежели чистая мысль. А я есть чистая мысль. Поскольку я выделяю движение, конкретном движении, чистое движение, я не отличаюсь от него. Поскольку я погружаюсь в чистое, в конкретное движение, я сознаю, что я есть нечто иное, нежели это конкретно чувственное движение. Это при условии, что мы отличили восприятие и движение, и работаем с движением. Это как бы два аспекта, которые мысль впечатляет в теле. Как теле? Потому что тело мы до сих пор воспринимали, как осознавали, говорили, как нечто, как способ восприятия. А теперь мы говорим о теле как теле. И в теле как теле мы находим два этих момента. Тело есть чистое движение, то есть движение, которое неотличимо от чувства. И чувство в этом чистом движении соотносится с собой. И тело есть конкретное, данное, чувственное движение. Рукой, а не ногой. И здесь мысль себя не узнает. Это два аспекта отношения сознания мыслью, порождаемого им движения тела. Два разных аспекта. Либо находит себя в теле, то есть движение тела, либо теряет. Ну, иначе мы это выражали так. Тело есть чувственная форма. Поскольку тело есть форма, то мысль соотносится в теле с собой. Поскольку мысль есть чувственная, конкретная форма, то мысль не соотносится с собой. То есть теряет себя в теле, не узнает себя в теле. То есть тело есть мысль и не есть мысль. Эти два аспекта выделяются самой мыслью, которая порождает движение тела. Как соотносятся эти два аспекта? Они соотносятся между собой. Как? Движение, в котором мысль равна себе. И движение, в котором мысль не равна себе. Я есть я и я не есть я. То есть в каждый момент движения мы выделяем аспект тождества мысли с собой и аспект не тождества мысли с собой. Чуждости мысли себе. Два эти аспекта. Мысль движет телом, и в этом движении телом мысль обнаруживает два аспекта. Ну понятно, что мысль движет телом, и сама же мысль обнаруживает в своём усилии два аспекта. Они существуют, конечно, как аспекты как бы живого движения мысли. Живого усилия мысли. Подвинуть руку. Как эти аспекты соотносятся с собой? Они соотносятся как? Первый аспект старше второго. Первый аспект первее второго. Почему? Потому что в отношении к чистой мысли, в отношении к чистой мысли, к чистому движению, к чистому движению, простите, к чистому движению. Мысль равна себе. В каждый момент движения мы вычленяем этот аспект, и понимаем, что мы движем рукой. Мысли соотносятся с собой. Движение совершается, и тем самым мысль может вычленить при условии совершаемого движения. Мысль всегда чистая, и есть какая-то специфическая чистая мысль. Вроде бы казалось, что либо мысль всегда чистая, либо мысль всегда как бы... Мысль всегда чистая, по определению. Значит, тогда уточнять первый раз, что чистая мысль, если другой не бывает. Не буду уточнять, хорошо. Согласен, да. Мысль в чистом движении... Я, собственно, просто оговорился, что чистая мысль, чистая мысль, я хотел сказать, что это чистое движение. Мысль в чистом движении соотносится с собой. То есть в нормальном движении, где есть, ну, просто движение рукой, есть аспект, где мысль соотносится с собой, поскольку есть аспект чистого движения, и есть аспект потери мысли себя, утраты. Поскольку движение рукой – это конкретное движение, которое к мысль вообще не имеет никакого отношения. Если мысль – это я, то поскольку мы в движении вычленяем чистое движение, я есть я. Поскольку движение конкретно, то я не есть я. Получается ли тогда, что вот это наше я всегда абстрактным остается? То есть в своей конкретности оно никак не может быть. Хотя на самом деле мы понимаем интуитивно, что я – это самое конкретное. Мысль же сама обнаруживает вот эти два аспекта – чистое движение и конкретное движение. Это означает, что мысль не полностью утрачивает себя. Она понимает, каково соотношение этих двух аспектов. Ни один из этих аспектов целиком не побеждает, он не остается единственным. Мысль сама различила. Просто если мысль – это всегда чистая мысль, мысль – всегда нечто абстрактное. То, что Гегин называет понятие. А конкретность – это, условно говоря, предмет, к которому относится это понятие. Тогда получается, что я никогда не дано как некого рода конкретное, а всегда только есть понятие. Понятие себе. Хотя как бы интуитивно кажется, что я – это самое конкретное. Мысль же не сосредоточена целиком в чистом движении и целиком исчезает в конкретном движении. А мысль различает два аспекта – чистое и конкретное движение. Поэтому тут параллель с Гегелем, по-моему, не проходит, потому что у него там может быть и чистое понятие. А здесь оно… чистота мысли здесь лишь один из аспектов. Я-то имел в виду, на самом деле, некоторую роду отсылку к экзистенциализму в том смысле, что я, на самом деле, себя манифестирует не как мысль, а, скорее, как переживание. Ну, до переживания нам еще… Нет, просто… иначе как бы я останется только чистым понятием, как бы, и не будет тем я, который движет. Оно уже не чистое понятие. Оно уже есть комбинация двух аспектов. Одно из них – чистое движение, а другое – движение конкретное. То есть уже телесное движение. Это уже не понятие. Ну, оно не понятие в своем фильмеологии, я понимаю, но у нас получается, что некая абстрактная мысль движет тело. А так бы хотелось бы, на самом деле, вроде как… Ну, и как опыт показывать, что одно конкретное движет другое конкретное. То есть я конкретное движение тело. – Митит, на меня не надо, что переводить ее. – Собираюсь. – Все-таки аудитория. Четырех пар. – Я и с тобой тоже согласен, что как бы чистота есть мысли, она под вопрос взята непонятно в том смысле, она там чистая и прочее. Но тут сам момент конкретности я как-то присутствует. Общая цель этого движения, которое в этом году началось, состоится в том, чтобы как раз перейти от сферы логики, где у нас действительно чистое мышление было, к экзистенциальному аспекту, то есть к действию, к поступку, к экзистенциалам, вот ко всей этой штуке. Поэтому ты прав в том смысле, что это следует осмыслить. Но просто сейчас Эйклхаус пытается показать, каким образом из чистой мысли она не просто сменяется экзистенциалами. Вот была чистая мысль, потом устала и начались экзистенциалы. А каким образом из чистой мысли возникает самовозможность формулировки существования этих экзистенциалов? Пока просто телесное движение. Оно еще не нагружено дополнительным смыслом. Этот жест еще не в том смысле, что это какой-то язык телесный. Это еще не переживание, это не страсть, это не экзистенциал, это просто телесное движение. Но это просто первый шаг к тому, чтобы обосновать все, что я перечислил, и на что указываешь ты. Это на самом деле изначально всегда во всем построении здесь мучает вопрос, каким образом вообще мысль может это соотноситься с телесным. Все остальное, как бы мне понятно. Если она умеет... Ну, это интуиция, да. Что движение мы вычленяем, можем вычленить чистое движение, поскольку мысль движет телом, мысль может вычленить в теле, тело же форму. И как форма, она как бы неотличима от мысли. И мысль форма, и тело форма. Ну, вот как бы здесь сразу можно вспомнить Аристотель, что у Аристотеля не тело форма, а душа, а тело как раз это материя. Нет, у Аристотеля тело это тоже форма, которая не... У Аристотеля... А форма тело, разве не так? Душа форма тело, но душа форма форма. Вот. Как можно это забыть? Душа форма формы. Тело форма. Душа форма формы. То есть форма тело, которая тоже форма. Другое дело, что Аристотеля, оно, тело, не чувствительное. То есть Аристотель не пытается осмыслить тело как тело. Что-то просто говорит, что когда мы видим стол, мы не видим, что видим стол, а видим стол. Все. Это значит... А почему это так? Потому что тело, чувство это форма. А форму видеть нельзя. Поэтому мы видим стол, а не видение стола. Потому что видение это форма. Все, что говорит Аристотель. Что тело это тоже форма, а душа форма формы. Это просто цитата. А может это как с разделением растительной души, а животное и фонтетика? Ну вот мы говорили в прошлый раз, что растительная душа... Ну у тела же есть растительная душа, а животная душа есть. Ну все это есть. Если меня ущипнуть, я конечно подпрыгну, но... Я не буду субъектом. Я не буду субъектом. Я подпрыгну. Меня прижечь там любое место на моем грешном теле, и я дернусь. Ну я же не субъект этого движения. А мы говорим о субъекте движения. О движении, которое порождено... Движение тела, которое порождено... Мыслящей формы. Мыслью. О движении, порожденном мысле, мы можем выделить чистое движение. И движение конкретно чувственное. При этом тело, чувство, как тело и как чувство, находится в становлении. Эти два аспекта давайте сравнивать. Один аспект. В одном аспекте я вычленяю чистое движение и в нем соотношусь с собой. Здесь я не в становлении, я все время ставший. Я все время ставший. В любой момент, когда я вычленяю чистое движение, я в нем соотношусь с собой, и постольку я ставший. Неизменный. Хотя движение происходит. Рукой я шевелю. Но выделив в нем чистое движение, я постольку понимаю, что я равен себе в этом движении. Я не иной, я равный себе. Становление не происходит. В этом аспекте, Игорь это подчеркнул, что это действительно аспект, в этом аспекте я не меняюсь. Я равен себе, а в аспекте конкретном, что это движение именно рукой, именно правой, именно, скажем, вверх, а не вниз, в этом аспекте я становлюсь. И они есть ставший. Я все время меняюсь, потому что конкретное предполагает… Тут интересно то, о чем мы не говорили еще. Конкретное предполагает членимость. Ну, в самом деле, там, где я равен себе, членимости никакой нет. В той же членимости нет. Я есть я, какая-то членимость. Но если я конкретно шевелю рукой… Ну, представьте себе движение рукой, которое не членимо, которое совершается непрерывно. Не членораздельным. Она ведь тоже окажется чистым движением. Она тоже потеряет определенность, мне кажется. Так надо же сказать, что рука всегда движется. Она всегда движется, но представить себе его движение без стадий, без аспектов, мне кажется, это значит превратить движение рукой опять в чистое движение. Или нет? В любом случае, она движение рукой, потому что она уже нечистая. Потому что она движение рукой, а не ногой. Ага. Значит, можно представить себе движение рукой как движение непрерывное. Ну, почему нет, конечно. Значит, я ошибся. То есть, нет необходимости в том, чтобы мы движение рукой расчленили на какие-то стадии. Ну, давайте подумаем, это любопытно. Моя мысль заключалась в том, что если движение рукой сделать непрерывным, то оно перестанет быть движением рукой. Саша говорит, что оно уже всякое движение рукой. А что значит сделать движение рукой непрерывное? Насколько необходимо, поскольку мы говорим о движении как движение конкретно, рукой, а не ногой, то оно должно быть определенным. Это понятно. Одно и то же, на самом деле. Конкретно определенным. Но мне подумалось, что определенность движения предполагает расчленимость. Скажем, сначала локоть, потом там, потом там. Но ведь определенность движения, то есть, первая, которая что рукой, а не ногой, а другая, что по определенной траектории рукой. Можно же рукой в одну сторону, в другую сторону. Так или иначе. Это входит в понятие определенности движения. Рукой, а не ногой и по какой траектории рукой. Вопрос в том, вытекает ли с необходимостью из определенности движения членимость движения. Я просто задумался на эту тему. Насколько необходима членимость движения? Ну, если рукой, а не ногой, в этом смысле определенности, наверное, не необходимо. А вот в смысле по какой траектории, наверное, необходимо? Ну, то есть, я бы сказал, что даже вот в этом аспекте, в котором есть конкретное движение, должно быть два элемента. Один, что все-таки становится чем-то определенным, а именно в опыте это все-таки движение именно рукой. В этом смысле тут нет членимости. А в том смысле, что это все-таки некоторое непрерывное движение, то значит его непрерывное должно заключаться вот в бесконечной членимости. Мне кажется, что просто поскольку в движении, в этом во втором аспекте мы говорим, что в движении я или тело становится, оно же не просто при этом является чем-то неопределенным, оно становится чем-то определенным. То есть, феноменологически это выглядит как движение именно рукой. Вот эта часть как бы все-таки, то есть, это становится чем-то определенным. Это не просто какое-то чистое становление. Но в этом становится, есть аспект как определенности, что именно рукой, так и неопределенности. А именно, что это просто бесконечно членимое движение. То есть, то, что это движение рукой, понятно как бы в конце уже, после того, как оно уже как-то обрисовалось, становилось. Не думаю, не думаю. То есть, ты хочешь сказать, что движение должно встать, чтобы встать каким-то... Ну вот в ходе становления она как бы себя приобретает и траекторию в ходе этого же самого становления какую-то конкретную обретает. Ну и как бы то, что это рукой, тоже эту конкретику, мне так кажется. Ты начинаешь двигать не зная чем, а сначала двигаешься рукой. Ну как бы опробуй объяснять, что оказывается рукой, а еще и оказывается по какой-то траектории. Нет, ну на самом-то деле, ты же не просто началось некоторое движение, началось конкретное движение. То есть, это всегда либо рука, либо нога. А другие части? Ну какая разница, уши, пускай волосы, у меня становятся дыбом. Вот, все равно это движение. В своем аспекте становления, я просто думаю, что в этом аспекте становления тоже будут два момента. Мне кажется, здесь становление надо понимать по-другому. Это как раз становление в смысле движения по траектории, а не становление в смысле того, что рука была чем-то иным и стала рукой. То есть, везде как бы становление понимается в смысле траектории какой-то. Ну не обязательно траектории, вообще всякого изменения. Там мышцы надуваются или опадают, к примеру. Это же не траектория. Рука остается рукой. Рука остается рукой, конечно. Вот я и говорю, что... В одном смысле становится, а в другом смысле становится. Да, поэтому я и говорю, что в этом становлении должно быть два момента. Один, что это все-таки становление к чему-то конкретному, а именно к руке. А другой момент – это просто становление, то есть просто бесконечно членимое движение. Бесконечно членимое, оно только в своем абстрактности, в своей чистоте. В чистоте оно вообще не членимое. Ну а это... В смысле, чистое движение? Да. Нет, это про другое. Не, ну оказывается, это опять же ахория, там, черепаха, там, или ахиллес. В своей чистоте это же, в рассуждении получается, ахиллес никогда черепаху не догонит. Это означает, что в своей чистоте это движение членимо до бесконечности. А по факту – не членимо, да? Потому что черепах – это хиллес догонит черепах. Нет, ну это по-другому. Ну это по-другому. Сам факт состоит, что бесконечное членимое движение – это свойство мысли разделять, да? Это как бы делать итерации, а не свойство самого движения. Опять же, мы переносим свойство мысли на свойство самого движения. А движение всегда конкретно, в этом, в каком-то смысле, конечное. Оно же конечное? Вот это интересный момент. Конкретное движение должно быть конечным. Если оно бесконечно, то оно превращается в чистое движение. И разрушенно, наверное, бесконечно, потому что я могу двигать рукой как бы… Ну, эмпиричность, чувственность, телесность – конечно. Если мы будем игнорировать конечность, а конечность означает на самом деле… Членимость, но они не верят, что я прав. На самом деле оно бесконечно тоже. Почему? Я двигаю рукой вот так, как бы все время двигаю, двигаю, двигаю. Сколько жив, столько я двигаю рукой так или иначе. Но если оно не включает в себя… Конечность, оно не включает в себя определенность. Так конечное имеет счастье всегда. Значит, оно очеренимо. В конце концов, очеренимость – это же определенность, именно в смысле, что имеет счастье. Вот мысль частей как бы не имеет. Эта мысль, смотри, есть мысль. А всякое конечное, потому что движение имеет счастье. Ну, я вот пытаюсь эту мысль обсудить. Всякое конечное имеет счастье. Хорошая формулировка. Или не имеет счастье. Или я двигаю рукой как бы… Непрерывное движение рукой, я все-таки вот мне все это мерещится. Непрерывное движение рукой неотличимого от чистого движения. Ну, что-то непрерывное. Это значит, что у нее нет определенности. Значит, нет и движения рукой. Как сошло? Чтобы было движение рукой, необходимо, чтобы это было хотя бы на две части разделено. Иначе ты перестает быть движением рукой. Или Игорь говорит, что есть два момента. С одной стороны движение рукой, с другой стороны. Членимость этого движения. Это важно, потому что между чистым движением и движением конкретным отношением субъекта и предиката. То есть, если субъект равен себе, то предикат раскрывает субъект. очень важно понять, раскрывает он его как совокупность некоторых движений. Ну, я попытаюсь еще немножко раскрыть ситуацию. Я равно Я, то есть чистое движение, первее, нежели конкретное. Почему первее? Потому что оно всегда равно себе, а конкретное движение всегда становится. В качестве равного себе, я равно Я всегда предпосылка конкретного разъяснения, в чем состоит движение. А именно, в движении рукой. То есть, получается, что перед лицом субъекта движения, который вычленичает, то есть мысли, мысли как таковой, который совершает движение и в нем вычленяет, или можно сказать так, в своем совершении движения вычленяет момент чистого движения и момент конкретного движения. В своем совершении движения вычленяет эти два момента. Тогда перед лицом этого субъекта есть некоторая последовательность в этих аспектах. Сначала чистое движение, затем движение конкретное. Значит, что чистое движение, в котором мысли соотносятся с собой, опосредует понимание, опосредует понимание, опосредует осознание конкретного движения. Сначала в моем сознании чистое движение, зачем движение рукой, как раскрытие чистого движения. Для меня чистое движение опосредует мое отношение к движению рукой. Это похоже на то, что сначала горшечник видит замысел какой-нибудь посуды, а потом ее воплощает. Замысел, он хотя и отвлечен, но он… Ну да, в варианте Аристотеля это совершенно чистая мысль, которая зависит целиком от воплощения. Но это интересно все равно, в Аристотеле это… Если я Аполлона высекаю из камня, то, с одной стороны, пока я не начал высекать, он не стал Аполлоном. Но, с другой стороны, Аполлон как идея предшествует и не меняется по мере того, как я высекаю из камня Аполлона. Не меняется. Хотя и до высечения ничего из себя не представляет. Я сейчас не могу сравнить свое рассуждение с рассуждением Аристотеля. А можно вернуться к формулировке? Итак, чистое движение опоследует собой конкретное движение? Да. Перед лицом субъекта. Перед лицом субъекта. То есть для нашего сознания происходит опосредование. Мы не прямо относимся к иному. Было бы странно, что мы относились к иному. Вот поставьте нас прямо перед лицом с движением рукой, и мы завопим, что мы не есть движение рукой. Все. Это иное. Это сама там рука что-то делает, а всяко не есть это. Как раз больные такие есть, которые рука что-то делает, а они не понимают, что это их рука. Им надо специально сосредотачиваться, чтобы понимать, что это их рука что-то делает. Ну вот, как-то так. Это вот как раз Сибирь взялся, входил на семинар по сознанию, там такой пример выводится. Я просто подумал, что может быть это как раз объясняет то, что чистое движение, простое равенство себе поступает условием конкретного движения и опосредует это конкретное движение. то может быть это как раз простое равенство и объясняет почему конкретное движение именно представляет собой некоторое конечное единство. То есть как бы принцип равенство, да, выступает условием какого-то конкретного равенства. В данном случае равенство, в данном случае равенство руки. Но поскольку это не просто равенство, а еще и становящееся равенство, то вот в внесенный момент равенства становится конкретным, что это становится именно рука. А момент становления при этом оказывается членимостью. По-моему, все складно. Смотрите, что получается. Субъектом выступает чистое движение, простое равенство себе. Придикатом выступает конкретное движение. Но поскольку конкретное движение должно эксплицировать исходное равенство, то это не просто нечто иное по отношению к равенству. А это конкретное движение в себе заключает момент, спродуцированный самим равенством, и момент становления этого равенства. И вот уже в конкретном движении мы имеем совершенно нормальную субъектно-индикатную структуру. Уже в конкретном движении. Уже в конкретном движении. Только равенство изначально же есть? Оно изначально есть, а ты говоришь, что оно еще и становится в другом, в ином. Изначально есть равенство. И оно в ином точно так же стремится стать равенством. То есть единство задано, но еще не исполнено. Поэтому оно еще становится рукой. Но то, что это уже именно рукой, это уже задано. И за эту заданность отвечает чистое движение, чистое равенство себе. Вот поэтому мне это смущало, что то, что конкретное движение оказывается субъектно-индикатным отношением, это легко понятно. А вот меня раньше смущало, что отношение чистого движения и конкретного движения тоже субъектно-индикатное. Вот это сильно не очевидно, и полностью эта мысль становится очевидной только в конкретном движении. В том, что конкретное движение имеет субъектно-индикатную структуру. Игорь, мне кажется, Вы усложняете, потому что есть движение, порожденное мыслью. Движение тела, порожденное мыслью. Мысль в этом движении находит чистое движение, в котором соотносятся с собой и находит. Значит, движение заключает в себе я равно я, и то, что раскрывает, это я равно я. В этом раскрытии я равно я еще обнаружить некую субъектно-индикатную структуру. Мне кажется, это перебор. Ну просто это, по-моему, единственный способ объяснить то, что конкретное движение, во-первых, конечное, а во-вторых, все-таки это становление. Это же просто взаимоисключающий момент. Оно конечное и становящееся. Это ненормально. Просто конечное в одном аспекте, а становящееся в другом. Ну это интересно. Конечное… Понимаете, конечность и конкретность, она же не может перейти на простое равенство себе. Оно как было чистым движением, так и есть чистые движения. Не так ли? А тем не менее, в конкретном движении есть именно вот эта определенность, как вот заметил Саша, что это все-таки движение рукой. Это не просто какое-то чистое становление. Это становление чего-то конечного. А разве нет чистого движения рукой? Как чистого движения ногой? Оно есть, но не есть движение рукой и ногой. Оно есть просто чистое движение, которое, смотри, вот простое равенство с собой. Вот в этом смысле. Но если оно прежде, если чистое движение – прежде движение рукой. Ну что же такое, чистые движения рукой, прежде чем конкретное движение рукой. Мы движение рукой выделяем чистое движение, да. Чистое движение рукой – это как бы… Это просто чистое движение? Да, не очень просто чистое движение… В котором нет руки которая… Это как мысль. Есть же. Просто чистое движение как мысль. Так оно единственное. Нет двух чистых движений. Это правильно. Поэтому оно же конкретизируется первым способом, что это движение рукой, ногой и так далее. И только во втором способе оно конкретизуется в самом движении. Ещё раз. Каким вторым способом? Само движение, когда это совершается, оно конкретизирует уже. движение рукой можно разных способ совершить ноги и будд и ему конкретных движений и гега это чистое движение какие то два способа комметизации есть движение чистые движения рукой или чистой джин ногой есть просто чистые волаке уточнение Что же уточни? То есть, нет, есть два уточнения получается. Одно – уточнение. Еще во рамках мыслей, что есть разные движения, там движения ногою, движения рукой и так далее. Чистое. Дотелесное движение. Ну я этого совсем не знаю. А есть? Ну как, просто чистые движения, тогда честно говоря, потом я могу что-то natürlich аккуратно million, blah. Движение воды и рукой, до телесного движения. Он потенциал WAYS и то же движения. Если есть чистые движения то да, одно и то же движение можно сделать хоть уж и не так как бы а было бы интересно что ведь есть чистые движения и дальше может антизируйте и чистое движение рукой движение ногой чистое движение ушами и все это будет чистое еще еще не само движение ну как понятие там а то есть общее понятие движение есть вложенный в него более конкретные понять движение рукой движение когда на одна конкретизация и чисоре движение mergway то 20 зации кто же что конкретизации есть тоже момент как вы говорите конкретизации в движении рукой конкретизация число движения это понятно но Но в движении рукой есть что? Есть тоже два момента. Есть один момент, который обеспечивает конечность этого движения, а именно, что это именно рукой. Это как бы некоторый аналог чистого движения. Тут простого равенства себе. Есть становление. Становление этой самой рукой. Потому что конечность и становление, вы говорите, это несовместимые вещи. Это для меня неожиданно. Да, вообще на всем протяжении движения рука остается рукой той же самой, как действительной себе в этом смысле. Вот этот момент. С другой стороны, именно жест постоянно становится. Когда он завершился, его уже нет. Значит, два момента. Вы меня удивляете. Это же простая противоположность. Либо нечто определенное, либо становление. Когда вы говорите, что в телесном движении сочетается становление чего-то конкретного, вы сами говорите, что это, как бы, в себе заключает два элемента. Нечто конкретное рука, и оно становится, опять-таки, рукой. Если бы оно было просто становлением, тогда было бы непонятно, что это рука. И тогда у нас было бы два пути. Либо действительно простой равенство себе должно было из себя как-то породить, что это именно рука. Либо, как анатолий, по-моему, предполагал, что в конце это чистое движение, это чистое становление станет рукой. Ну, это же противоречит изначальной интуиции, что есть некоторое конкретное чувственное движение. Вот в этом конкретном чувственном движении происходит становление. Не так происходит дело, что из пустоты становится рука. Но есть рука, которая становится в своем движении. Становится чем? Опять же, рукой. Быть ставшим – это уже быть чем-то определенным. Становиться – это не быть чем-то определенным. Есть простоя определенная. Она не рукой становится. Просто действительно, в одном аспекте рука ставится равной себе, а в другом аспекте она становится. Но становится она не рукой, но просто движется. Изменяя свое положение в пространстве. Но это и есть чистое движение, ребята, я что-то не понимаю. Что именно чистое движение? В движении рукой есть аспект, который означает чистое движение. Есть аспект, который означает движение рукой. Вы говорите, что в движении рукой тоже есть некоторое становление, и как становление оно нечленимо. А я хочу сказать, что становление здесь совершается через ленение. Но я совсем не уверен в том, что я хочу сказать. В общем, конечность и членимость – это интересный вопрос. Означает ли это одно и то же в этом вопросе? Конечность и членимость? Да. Лучше говорить разные аспекты одного. Я хочу предположить, что конечность предполагает членимость. Понимаете, становление. Ну, не старшее, понимаете, дело не в том, что рука стала. Дело в том, что она эмпирична. Это именно движение рукой. То есть оно просто предмет на самом деле. Оно должно двигаться, оно должно становиться, чтобы быть рукой. Когда она стала, она превращается в форму восприятия. То есть движение тела не имеет старшего вида. Пока оно движение тела, пока мы лагерим его как движение, а не как форму предмета. Как форма предмета, она равна себе, мы так говорим. Как форма предмета, она равна себе. И подчиняется мысли, но как равная себе. Меняется предмет, но не меняется форма восприятия. Тело как тело может быть схвачено только поскольку оно еще не стало, оно движется. Но оно есть конкретное эмпирическое движение. Но это феноменальное тело, оно же все равно равно себе. Может как предмет. Нет, предмет, как предмет, оно может обстановиться. Тело равное себе. Тело же имеет форму, там две руки. Вы делали разницу между Аристотелями и моей попыткой. У Аристотеля тело, форма, но форма равная себе, это правильно. Потому что форма восприятия. У Аристотеля тело – это форма восприятия. Почему мы видим стол, а не видим видимого стола? Потому что тело – форма, но чего? Восприятие. Ну и все, на этом восстановились. Классическая блестящая разработка тела как форма восприятия. А мы говорим о теле как таковом, в отвлечении от всяческого восприятия. Тогда оно должно становиться. Как тело? В этом становлении есть момент чистого движения, абстрактного движения. И момент движения рукой. То есть одно и то же тело является и формой восприятия, и формой становления? Ну и два же тела у нас. Так вот и состоит странность. Если одно в одном смысле является ставшей формой, значит оно в другом смысле ставшее? Если у нас тело не два? В одном смысле она ставшая, а в другом смысле она становящаяся. Как форма восприятия, она безусловно ставшая. Не может меняться. Мы ее не видим, потому что она ставшая и форма. А вот как собственно тело, мы его можем вводить только в становлении как тело. Но вопрос заключается в том, в каком смысле становление предполагает конечность? Не в смысле ставшести. Не в смысле ставшести. Значит она сразу превращается в форму восприятия, а без предмета превращается в пустую форму восприятия. Что будет? Становление имеет же два смысла. Одно смысл в смысле изменения, превращения, а другой смысл в смысле движения в пространство. А установление только в смысле движения в пространство. Забудьте про Аристотель. Не, ну просто для того, чтобы вообще как-то соотносить, где мы находимся. Пока мы сами не понимаем, где мы находимся, лучше нас не соотносить с Аристотелем. Аристотелем известно, где находится, а вот мы где находимся, это еще вопрос. Тело как тело, чувство как чувство схватывается в становление тела как тело и чувство как чувство. Ставшее еще раз тело и старшее чувство, это чувство предмета, форма предмета. Вопрос в том, что означает становление тела как тело. Поскольку тело конкретное, именно в аспект конкретности, в становлении мы видим два аспекта. Чистое движение и конкретное движение. Мы пытаемся понять, что значит движение рукой становится движением рукой. Чистое движение равно себе в этом становлении? Нормально. Потому что движение рукой становится движением рукой. Это что предполагает? Оно не может стать движением рукой, оно сразу упадет в предмет. Оно становится движением рукой. И Игорь выдвигает сильный аргумент, что становление не предполагает конечность. Конечность не предполагает становление. Понятно. Нормально не предполагает конечность. Мы должны говорить о становлении конечности, того, что по определению определённо, а определённость предполагает границы. И вот я пытаюсь разрешить эту фигню с помощью членимости. Насколько необходимо членимость движения руки, как движение руки. Оно не может закончиться, сразу станет формой предмета. Но оно должно быть определённым. Если оно будет двигаться просто вот так вот, рождаться как движение руки и не иметь границы этого движения, радиолочь и прививлась к бесконечности. то оно превратится, на мой взгляд, чистое движение. Ну хорошо, это одна проблема. Другая проблема. Если я не есть движение рукой и ногой, то я остаюсь я, и когда двигаю рукой, и когда двигаю ногой. Я двигаю рукой, я двигаю ногой. Но при этом я остаюсь самим собой. Почему я остаюсь самим собой? Потому что и движение рукой – я есть я, и движение ногой – я есть я. И поднимая руку вверх – я есть я, и опуская руку вниз – я есть я. Нет удивительного, что оно в своих реализациях остается с самим собой. Но вы не забывайте, что я есть я вы получили в выделении чистого движения. Поскольку в движении рукой я обочленяю чистое движение, я есть я. В движении ногой я обочленяю чистое движение, я есть я. Таким образом, я опосредую собой и движение рукой, и движение ногой. Я и я есть я. То есть я, я есть я – это разное. Ну так. Ну еще раз. Это как раз и странно, что я есть я – это определение того, что есть я. Если бы как-то иначе просто я не равно я, это что такое? Такого не бывает. А знаете, это вот различимость – я и я есть я. Я говорил, что в жесте движение рукой я осознаю себя. То есть движение рукой заключается в том, что я осознаю движение. Что я осознаю движение – что я двигаю рукой. В самом движении есть я, который двигает рукой. Есть я, который осознает это, что я двигаю рукой. Есть я, который движет рукой. И есть сознание, что в этом движении заключается в том, что я двигаю рукой. То есть я с собой различенную, и это есть не что иное, как внешность, я для себя, для себя, я сознаю движение рукой, я сознаю, что я двигаю руку. А вот когда я мыслю, я сознаю, что я мыслю? С чистоте мышления как бы, я мыслю, я сознаю, что я мыслю, я двигаю рукой, и я сознаю, что я двигаю рукой, в чем разница? Этой разницы нет, потому что когда я сознаю, что я мыслю, я равен самому себе и никуда не двигаюсь, эта мысль совершенно оторванная от тела, и ничего у меня для нас нового нет. Но в самом движении рукой есть я, то есть точно себе в чистом движении. В самом движении рукой есть я, то есть точно в чистом движении. есть движение рукой. Человек-то я, который движет рукой, в этом движении различает себя в этом движении. при своем усилии, совершении этого движения, отличает себя и движение рукой. То есть он отличает себя от себя. Я эту интуицию, это очень интересная интуиция, в прошлый раз выразил, разумеется, совершенно интуитивно, выразил, как натирать. Знаете, что в сфере человек умирает, он говорит сначала «Ах, я умираю» и «Умираю». Очень многие смеялись на эту ситуацию. Умираешь и умираешь. Человек говорит тебе «Я умираю». Или даже еще пуще «Я умею». «Я умею». То есть здесь как раз ситуация субъекта, который… Констатирует в самом себя? Констатирует в самом себя. В жесте. В жесте констатирует в самом себя. То есть в жесте констатирует в самом себя, что это отличает себя от себя. Возникает некоторая принципиальность, на мой взгляд. Тут уже буквально у меня почти сегодня утро, извините, как идет. Возникает ситуация внешности к самому себе. Я сам констатирую себя другим. Рефлективности? Другим. Я иду по улице и вижу, что девушка поправляет шарф, и тем самым она говорит мне. Я поправляю шарф. Они собираются подо мне конкретные знаки. Это следствие. Мы ищем некоторую принципиальную ситуацию внешности жеста. Если бы жест не был внутри себя внешним, конечно девушка хокетничает. Передо мной или перед другим, перед всей улицей, перед домами, перед небом. Она как хокетничает, так или иначе. То есть показывает себя поправляющий шарф. Но надо понять причину. Чего просто поправляет шарф, не перед кем. Идет по улице, не имея никого в виду. Этот жест не имеет значения. Или он внешний. Девушка этим говорит, кому-никому, просто сознаёт. Я поправляю шарф. В жесте она ходит субъектно-предикантную структуру. Она поправляет шарф и тем самым сознаёт, что она поправляет шарф. Я поднимаю руку и тем самым сознаю. Я поднимаю руку. Это не знак приветствия. Еще раз. Это не знак приветствия, но это... В этом движении я констатирую себя. Предъявляю себя. Себе. Некому предъявлять. Сама структура ситуация такова. Потом я могу предъявить. Но если бы не было внутренней структуры, где я предъявляю себя себе. Если бы не было самой этой ситуации, развлечение себя от себя в жесте. Я совершаю жизнь, в котором я различаю себя и предъявляю себя. То есть я обнаруживаю просто свою внешность. Еще нет зрителя. Еще не важно, есть ли зритель, допустим. Но я, в принципе, обнаруживаю свою принципиальную внешность. Да. Скорее всего, я обнаруживаю свою телесность. Ну, в некоторых группах, да. То есть адресовываю жизнь самому себе. Когда в жизни осознаешь себя, будучи, оставаясь собой, оставаясь собой в жизни осознаешь себя, то ты тем самым действительно, как бы, пока говоришь самим собой. Потому что я говорю, я поднимаю руку. Я говорю, я поправлю. Кому говорю? Себе говорю. Я наю. Не говорю плохое слово. Я же остаюсь в равном себе только в смысле всеобщности. В смысле того, что она абстрактна. Но в жизни есть всеобщность и конкретно. Не, ну вот вода, допустим, течет. Она остается равной самой себе? В смысле того, что она течет, не остается. В смысле того, что она абстрактна. Есть вода. Она остается равной самой себе. У нас же я абстрактная. Она остается равной самому себе. Просто потому, что она мысль. Мысль всегда равна сама себе. Даже если она этого не хочет, если так можно увидеть, она все равно равна самому себе. Так это определить. Так же и вода. Вот как вода? Вода остается равной самой себе? Когда течет. В одном смысле она течет. И еще раз не равна. Правительство себе не дива. Здесь интересно другое. Что здесь происходит некоторое овнешнение самого себя. Для самого себя. Не для другого. А просто для самого себя. Я обнаруживаю, что у меня есть внешность. Вот так. И в этой внешности я сам внешен для себя? Да. Я это сделал не для того, чтобы установить отношения с собой. Этого у меня было до сих пор навалом. А установить именно такое внешнее отношение с собой. Так что жизнь получает некоторое… Да и получается, что все возвращается к субъекту. Через крок. Есть субъект как бы высказывания. Есть субъект вы высказывания. Тем образом я отличаю себя от себя. И с этим я могу… Я не знаю, что это делать. Но это важно понять. Мне важно понять как бы… Часто у меня с самого начала предупредил, что тут все… Все кишки на асфальте. Не предлагаю этого. Мне непопытно понять, что человек поправляет шарф, поправляя шарф. Не… Нет, в реальности девушка, конечно, дает сигнал, что потенциальному зрителю… То есть тут уже ситуация нечистая. Девушка действительно потенциальному зрителю… Но, например, человек… Может, на самолете, если ты видит ее, но потенциальному зрителю она подает сигнал, что она… Девушка. Можно просто взять пример, как бы… Более нейтральная часть. Человек переваривает пищу. Никому это не нужно. Но он же ее переваривает. Более… Ну и что? Нет. Это тоже театральный жест. Мне кажется, что он… Разбойность я на самом деле. Это новый театр такой, что я сижу и перевариваю пищу. Нет. Я не знаю… Иногда я чувствую голод. Понимаешь? Я чувствую голод или не я? И если я чувствую, что перевариваю пищу, то даже переваривание пищи… Ну, абсолютно право. Даже переваривание пищи я внешне самому себе… Поскольку я… Насколько… Ну, если это болезненно или приятно… Ну да, если это как некоторые… События переживаю… Я же в самом деле не просто поглощен переживанием пищи. Я еще и доволен, что я себя воплощаю вот в этом движении. Поэтому это движение тоже… Это движение тоже отличено от самого себя. Я перевариваю пищу напоказ самому себе. Не знаю, как это сказать. Ну, не знаю. Вот поглощать пищу еще напоказ самому себе можно. Там все эти ножи, вилки, ложки, ложечки… Значит, все это исключительно… Да, напоказ самому себе. Но переваривать пищу… Увольте. Вот я, честно, этого не понимаю. Не, ну просто как бы процесс переваривания, он такой… Неосознаваемый, поэтому он сам происходит сам себе. Но если как йог, например, научиться останавливать сердце или там провалять перестатики желудка, тогда это будет… Ну, как сказать… То самое движение абсолютно сознательное, абсолютно конкретное, ну, как сказать, субъектное. То есть это тоже становится шество переваривания? Ну, если оно вот именно вот… Как вот этим самым усилием… Нет, но если кто-то так умеет… Просто как бы мы не умеем, и для нас это немножечко дико. Но я думаю, что если можно остановить как бы сердцебиение, сконцентрировавшись в управлении пищеварением, как бы это не проблема. Ладно, оставим эти детали. У меня вопрос. Насколько пищеварение контролируемо… Да. И так хватает. У нас свои заботы, да. Мы потом будем учиться контролировать пищеварение. и исчезли… Да. Идиотов… Вопрос есть. Это самое. О том, что эта самая… Ну, как сказать… Мысль… Как сказать… В своей чистоте вот эта вот… Она неопределённа. Или как? Как вот… Это правильно сказать. Я имею в том смысле, что только совершая некий жест, вот это собственное «я» как бы, ну, определяется. А то «жест», представления о самом себе, они не определены никак. Вот. Ну, это я задавал вопрос про конкретность «я». Ну… Что-то… В иной способ… Ну, просто, когда… Я конкретный или не конкретный? Когда некая театральность самого себя для самого себя, вот, как бы… Чтобы определить себя, показать себя как-то… А в чем вопрос, еще раз? Ну, наверное, это… Мне может быть вот этот способ о внешении… Да. …и является способом, каким «я» становится конкретным. Ну, по крайней мере, это единственный способ, которым «я» может стать конкретным. Ну… «Я» может отличаться от себя, потому что… Единственный способ, что «я» может стать конкретным. Ну, так «я» является абстрактным, да, она является чистой мыслью. Но чистая мысль похожа на любую другую чистую мысль, да. Чтобы стать конкретной, она должна вылиться в телесной жизни. Да. Я знаю, что «я» – это «я», но я не знаю, какой «я». И для того, чтобы узнать, какой я, я что-то делаю. Я что-то делаю, да. И потому что я делаю, я себя как бы определяю… Даю себе предикаты, да. Да. Да, 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 да. И я могу желудком, а могу шарфиком. И в этом будет как бы мое отличие от другого, от как бы иного, не знаю. Не, ну как бы ты наполняешь себя всеми жестами своими… …содержательными, конкретно. Многообразными жестами. Движения-то много. Ну, девушка-то не знает, что она отличает себя от себя. Ну, потому что она знает только себя отличенной уже. Да. То есть внешне. А то есть себя, которая равна самой себе, она в этом… Здесь мы уже пытаемся двигаться, потому что девушка, не знающая, что она отличает себя от себя, она знает себя только отличенной. Да. То есть она уже поступает как человек… Уже наделенный предикатами. Как внешний человек. Как внешний человек, да. А не внутренний. А что такое внутренний, это особый разговор, да? Нет, ну у нас в нашем разговоре просто чистая. Ну да. Это скорее сознание, внутренний человек скорее сознание того, что я внешний человек. Это сознание можно принять или не принять. Но это непонятно пока, непонятно. Сегодня утром. Мы пришла, что здесь интересно именно вот это. Когда я сознаю, что я двигаю рукой, то здесь я для себя в качестве субъекта оказывается внешним. И разновидностью этого является, конечно, собственной внешностью. Про девушку, которая не понимает, что она отличает себя от себя. Она просто внешняя. А грешит-то кто? Внутренний человек или внешний? Конечно, если грешит. Конечно, если грешит. Девушка не грешит. А внутренний человек грешит. И Бог нам может открывать Именно внутреннего человека Ну это такой, вы понимаете Разговор уже такой Светский О Боге Ну светский в смысле не теоретический разговор То есть я хотел обратить внимание На вот эту вот ситуацию Внешность самому себе А что с ней делать Мы будем разбираться потом С разных, с разных сторон Мне кажется мысль Меня эта мысль волнует Мне интересно почему Девушка Поправляя шарф Просто Прощает в мир тот факт Что она поправляет шарф В каком-то смысле Еще раз, реально девушка Конечно кокетничает Ищет Но в основе лежит Именно вот эта вот способность Понимает, что я поправляю шарф Более общая способность Более общая способность